Отлично. Добрый день, коллеги. Меня зовут Чернок Михаил, сотрудник компании Basalt SPO. В моем докладе будет рассмотрено, реализованно в компании Basalt SPO, решение по автоматизации тестирования дистрибутива с помощью фреймворка OpenQA. Разработка продукта циклично и итерационно, и на каждой итерации требуется выполнять определенный набор тестов. Данный набор тестов требуется выполнять каждый раз. Автоматизированное тестирование — это метод тестирования программного обеспечения, который выполняется с использованием специальных программных средств для выполнения данного набора тестов. При создании тестов инженеры QA-team придерживались следующих шагов. Выбор инструмента для автоматизации, определение функциональности, которую нужно автоматизировать, планирование тест-дизайна, разработка тестов, непосредственное выполнение самих тестов и будущая поддержка и исправление ошибок в тестах. Перейдем непосредственно к первому этапу в выбору ПО для автоматизации. В компании был выбран в качестве инструмента для автоматизации и тестирования дистрибутива открытый фреймворк OpenQA. Данный фреймворк позволяет полностью автоматизировать тестирование всего дистрибутива различных компонентов, начиная от загрузчика и заканчивая любым графическим приложением. OpenQA запускает образ системы, эмулирует нажатие клавиш, движение мыши и сравнивает полученный результат с эталонным. Также после прохождения всех тестов сохраняется видеоотчет, с помощью которого можно посмотреть и быстро понять, какие были допущены ошибки или все прошло хорошо. Следующим этапом является определение функциональности, которое нужно автоматизировать. Для максимальной эффективности и определения применялись следующие критерии. Во-первых, тест-кейсы, которые нужно выполнять много раз, также тест-кейсы, воспроизведение которых занимает достаточно количество времени и тест-кейсы, которые сложно воспроизвести вручную. Основываясь на выше причинственных критериях, в первую очередь было решено автоматизировать тестирование дистрибутива, поскольку это первое, что видит пользователь при работе с ОС, установка одной версии дистрибутива на жесткий диск занимает в среднем от 20 минут в 5 минут, и только на одном этапе разбивки диска можно выделить как минимум 30 вариантов различной разбивки диска. Например, таких как просто установка на RAID, установка на RAID плюс LVM, шифрованные разделы и так далее. Процесс создания и добавления тестов в OpenQA также можно разделить на несколько шагов. Во-первых, это создание самих тестов, Perl модулей, создание шаблонов темплейтов, которые имеют следующую структуру, это машины, продукты, которые мы будем тестировать, наборы заданий, сами тесты и группы заданий. Это объединение тестов для определенной машины. Далее будет загрузка темплейтов, загрузка ISO-образов, и последний финальный шаг — это запуск тестов, получение ошибок, создание игл и перезапуск тестов. Тест OpenQA представляет себя написанный на языке Perl и загружаемый в главном файле main.pn. Было решено разделить процесс установки по шагам на подмодули при разработке автотестов и придерживаясь следующего плана работы. На каждый подмодуль был продуман чек-лист в порядке важности. Детально прорабатывали все шаги выполнения тест-кейса, входные данные и результаты, которые должны быть на первоначальных условиях. Получили ревью от коллект-тестировщиков и разработчиков, чтобы учесть все минусы. И после перешли к созданию тестов. Поскольку ранее многие тесты уже проходились в ручном режиме, то шаги выполнения, входные данные уже были известны. На слайде отображена часть иерархии тестов в тест-линк с левой стороны. С правой стороны представлена примерная структура создания тестов для OpenQA. Во время запуска тестов происходит инститализация кему КВМ с определенным набором параметров, в котором загружается указанный ISO-образ или жесткий диск. При разработке тестов добавляется ассерт-скрин вызовы, которые сравнивают текущее состояние системы с эталонным. Эталонный результат в OpenQA называется игла. Игла — это снимок экрана, плюс определение, какая часть экрана должна совпадать. Каждая из этих частей также имеет свой процент соответствия, который определяет, насколько точно данная часть должна соответствовать данному прототипу. При первом запуске тестов они будут решаться ошибкой, поскольку нет требуемых игл. В веб-интерфейсе OpenQA есть возможность войти в режим разработчика и выбрать действия для ситуации, когда не были созданы иглы, то есть не было никаких изображений ранее. Доступ к данному режиму можно получить через вкладку LiveView после запуска теста. После входа в режим разработчика общий процесс работы с иглами представляет из себя следующий. Требуется выбрать тайм-аут для ассерт-скрин вызова, подождать, пока тест будет приостановлен в текущий момент, и получить доступ к редактору изображений. Это может занять несколько секунд, поскольку изображения подгружаются динамически в веб-интерфейс. После создания новой иглы нажать кнопку «Возобновить», чтобы проверить текущий результат и удостовериться, что было сделано все правильно и получен нужный результат. Данные шаги можно повторять до окончания всего теста, чтобы создать все требуемые иглы. В редакторе создания игл требуется выбрать область на снимке экрана. На данный момент существует три типа областей. Это обычная область, которая будет сравниваться, OCR-область для распознавания и сравнения текста, и область исключения. То есть данные области будут исключены из проверки. Разработанные тесты уже были использованы при тестировании последних образов, таких как Simple Linux 10. На слайде можно увидеть набор тестов, которые были пройдены. Здесь представлена, по сути, базовая установка образа в RAID 0. Также есть ошибки, которые были занесены, и после этого они были изменены иглы для того, чтобы тест прошел до конца и удостовериться, что в остальных шагах нет ошибок. Далее показан один из этапов проверки установки нового сервера 10.1.beta.2, а именно сравнение областей при переходе с шага подготовка диска. Как видно на слайде, данный шаг полностью соответствует эталонному изображению, и никаких изменений и ошибок не было сделано, что является положительным результатом. Как было сказано ранее, после прохождения всех видов тестов сохраняется видеоролик, который сейчас можно увидеть на слайде. Данный видеоролик — это тестирование, вышедшее недавно в Workstation Cup 10. Собственно, происходит полная установка до момента входа в систему. В OpenQA сохраняется немного ускоренное видео. Я думаю, всем, кто присутствует, понятно, как проходит установка дальше, и перейдем к следующему слайду. Теперь немного статистики на примере выше планетного дистрибутива. Количество игл для одного дистрибутива составляет 550. Время на первоначальное создание игл приблизительно 4 рабочих дня. На данный момент тестированных вариантов 30. Время на выполнение одного теста приблизительно в ручном режиме установки приблизительно 30 минут. Общее время получается приблизительно 900 минут или 2 рабочих дня. Однако время выполнения в автоматическом режиме теста составляет 20 минут. И общее время выполнения на одном воркере составляет всего лишь 600 минут, полтора рабочих дня. При этом, если увеличить количество воркеров до 4, то уже время составит 150 минут. На данный момент планируется продолжить автоматизировать GUI-приложения. В частности, можно автоматизировать тестирование такого, как FreeEpa, LibreOffice, Chromium и так далее. Больших проектов, которые достаточно долго и сложно проверять. Однако с помощью OpenQI это все можно сделать. А также планируется совместить OpenQI с TestsLink для автоматического создания билдов, прогонов и заполнения по результатам тестирования, что будет достаточно удобно как для тестировщиков, так и для отчетов для программистов. Спасибо большое за внимание. Михаил, спасибо большое, очень интересно. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Доброе утро. И вы, и предыдущий докладчик упомянули о системе тестирования TestsLink. Это ваша собственная разработка? ТestsLink является открытой разработкой, которую мы используем. Открытой. Хорошо, я просто ссылку в тезисах не увидел, поэтому я спрашиваю. Но она опубликована, да? ТestsLink, да, является открытой исходной. Хорошо, спасибо. У меня тоже вопрос. А используется ли при автоматическом тестировании тестирование какой-то, например, уникальной периферии, например, стола для видеомонтажа или еще чего-то? На подобии этого. Периферии в плане, еще раз. Ну, например, вот смотри, вот, допустим, какой-нибудь профессиональный видеомонтажер хочет установить Alt. У него есть стол для видеомонтажа от Blackmagic Design, который стоит очень много, но не суть. И там используются уникальные драйвера или еще что-то. Ему, естественно, надо, чтобы это изначально было поддерживалось. Так как он до венчеризолов может установить под Linux, ему нужно стол для видеомонтажа, если у него по версии. На данный момент, собственно, OpenQR работает на кему КВМ, и все, что там поддерживается, также будет поддерживаться в OpenQR. Соответственно, все зависит от поддержки в кему. То есть Hardware не застегивается, по сути? Нет. Ну, хорошо, спасибо. Так, все? Вопросы? Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ